Всем привет, с вами Экстрен. И я продолжаю проходить Народную Солянку с Объединённым Паком 2. Это уже 30-я моя часть, и давайте начнём. Прошлая часть была насыщена всякими получениями квестов, и некоторые даже удалось выполнить. Хотя сегодня я постараюсь завершить многие квесты, которые мы взяли как давно, так и недавно. Вот первое из которых это разобраться со стукачу. Вот так вот, вот он пошёл в коморку свою, и сейчас будет вызывать информатора. Стукача зовут Павлик, кто не помнит. И сейчас с ним будем разбираться. Можно и поближе, я думаю, подкрасться. Так, уже вызвал, отлично. Теперь можно убивать. Так, и что тут у него мы видим? Блокнот стукача. Для просмотра оставьте пистолетный слот. Записная книжка Павлика. В ней, кроме подсчёта полученных финансов, есть рецепт арт-преобразований. Ну и ещё музыкальная флешка. Забираем. Так, это не та записная книжка, которая мне надо. Вот. Ну что ж, давайте вставим. Прошлый раз на эмитера сплотили симфу, и оказывается, можно сварить артефакт-кристалл в аномалии фонтан. Для этого нужно бросить в аномалию щупальца кровососа, огненный шар, медузу, каменный цветок и подождать 5-10 минут. Ну что ж. Если будет надо, то обязательно сварим. Ну а теперь давайте разбираться с наёмниками. Так, информатор подоспел. Его подмога тоже. Да что ж ли они попадают, а? О, полетели. Пули верности. Эх, гранатку храбрости бы мне кинуть вам. Так, пошёл один. Так, ушёл. В мир иной. Так, где-то он там не отрывается. Так, я думаю, ты оторвался по полной. Мужик. Так, смотрим. Ну вот, в принципе, и всё, я так думаю. Так, и что тут у тебя? Крис супер В, комбинезон, ПДА наёмника, музыкальная флешка и флешка наёмника АР. Забираем. Так, получили новый путь, отлично. Очень даже хорошо. Так, ну, это всё такое. Так, ствол почти провалился. Интересно, интересно. Так, Затон, монолитовские запасы. Ух ты. Фига себе. Даже такие тайники имеются. Ну, давайте посмотрим, кстати. Так, Затон. Где у нас Затон? Затон. Так, это Восточная Припять. Это. Вот он, Затон. А вот это Анник, да? Монолитовец-одиночка зашёл на территорию, выходил без него. Надо глянуть, что он там припрятан. Ну, я так думаю, там, наверное, гаусс-патроны будут и какие-нибудь армейские аптечки. Ладно, позже разберёмся. А тут у нас ещё есть вечно стоящий, непомогающий персонаж. Вот он. Вот так вот разобрались. Теперь, вот здесь у нас лежит интересная винтовочка, которая нам позже по квесту с Воронина пригодится. Не продавайте её ни в коем случае. Ну, хотите, конечно, продавать её, дело ваше, но, как ещё раз повторяюсь, она нужна будет нам для квеста, поэтому лучше не продавайте. Так, ну, здесь патрончики. Ух ты, и картечи даже. В ящиках, как всегда, ничего нету. Оно и так было понятно. Так, ну, вроде бы всех обыскал. Ну, что ж, давайте тогда затестим готовочку эту чудесную. Так, потому что там у нас гости. Одни по квесту, сами знаете, какие. А вот вторые очень даже плохие. Вот он, один из них. Так, можно гранатку храбрости. Или с милостью даже, вон, метнуть. Отлично. Так, вроде бы расшевелили их. Честно говоря, стоять тоже не хочется, но хочется эту винтовочку заценить именно как винтовку. Которая на дальних расстояниях себя очень хорошо должна показывать. А, вот, кстати. И тестируемый. Ну, что ж, неплохая винтовочка, но только особо много мы с ней не походим. Ладно, давайте возьмем випр. И разберемся со всеми уже по-нормальному. Отлично. Так. Оп, ты ж, гад какой, а. Давайте матировкой. На тебе. По куполу дал этому кровососу гадкому. Это вообще обалденно. Красная рука бюрера. Редкость. Большая редкость. Так, взломок нам, друзья, почему-то. Интересно тоже момент. Ладно, потом разберемся. Так, это, видимо, тот кровосос, который выбежал. Ух ты. Разломался вообще. Обалдел, кровосос. Где там спрятался? От меня не спрячешься. Так, здесь еще вроде должен быть. Отлично. Ну что ж, один. Точнее, не один, а уже как два задания выполнили. Это задание искоряги. Нет, даже три задания. Задание со стукачом. С кряги. И с пропавшей экспедиции. А вот теперь четвертое задание, которое здесь надо... Вот мина под ногой, товарищ инвалид. Что-то меня на грустную романтику потянуло. Да, Сидорович, неспроста ты так это сказал. Так, что-то ничего не вижу. О-о-о. А вот теперь-то я вижу многое. Болтик удачи нам подсказал даже. Что именно нас поджидает. Так, это мины. Надо как-то их обойти. Так, наверное, вот так вот сделаем. Смотрите, торчат. И никак же не обезвредить только телом своим. Вот так вот. Ладно, забираем. Вот сделали, кстати говоря, еще умно. Вот то, что в ящичек засунули. Это респект. Потому что в оригинале иногда этот самый РГ-6 проваливался по текстуре. И делай, что хочешь. Но приходится переигрывать. Так. Теперь на лестницу. И отсюда благополучно уходим. Видите, Сидор вовремя нам на водочку, так сказать, дал, подсказал. Очень даже хорошо. Ну что ж. Теперь давайте искать Тани Кости сначала, думаю. А потом Тани Коллекционера. Тани Кости находится в деревне Кровососов. Сейчас даже покажу и почитаю, где что почем. Так, Тани Кости. На армейских складах деревни Кровососов на дереве. Ну что ж. Давайте покажу, где он находится и как его доставать. Ну что ж. Как же нам добраться до Костиного тайника? Давайте я вам покажу. Сначала нужно запрыгнуть на камень. Давайте даже возвращатель используем. Так. Потом нужно пробраться на дерево. Так. Ну вот видите, немножко перемахнул ей через дерево. Так, забираемся на дерево. Потом запрыгиваем вот сюда. Потом на вот это дерево. Опять сохраняемся. И можно прям с этого дерева сигануть сразу на крышу здания. А можно забраться еще чуть-чуть повыше и оттуда уже пробовать. Так, ну потом вот так. И вот. Ай. Опять перемахнул. Так, уже почти добрался. Но это, конечно, самый сложный путь. Сейчас я вам покажу другой путь. Вот он, кстати, тайник. Хотя давайте сейчас я вам покажу, как можно и по другому пути поступить. Этот был путь сложный. Сейчас покажу легкий. Так. Нужно зайти в это здание. Тут подняться на чердак. Так. А тут у нас и мухомор растет на крыше. И всякие интересности. Ладно. Что ж это такое, а? Вот. Запрыгиваем на крышу. А потом нужно запрыгнуть на веточку. Потом. Так, стоп. А на какую веточку лучше прыгать сейчас? Покажу. Так. Лучше, наверное, отсюда. Как-нибудь сигануть. Так. Интересно. Вот так вот. Даже долго думать не пришлось. И вот мы снова у тайника. Смотрим. Взрывчатка с таймером. ПДА. С цифрой 41. Детонатор. Патроны. Детона 39 изоморф. Эбрён кабана. И калиматор кобра. Забираем. И появляемся мы в очень интересном месте. Где куча химер. Как куча. Прилично. Ой, гранатку смелости бы сюда кинуть. Так. Какую бы сильно зашпандуете. На, тебе вам сжёк. Блин, не туда. Так, 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 так. Подбираем место. Так, воронёнок кидаем. Отлично. Конечно, три химеры сразу я не убил. Ух ты. Что, не нравится, да? То-то же, то-то же. Кстати, вот тут. Где-то... Так, это, по-моему, наводочка на тайникосик, который находится на армейских складах. Но это уже другая наводка. Вот, я вам показал одну наводку. Это другая наводка. Ещё есть наводка на косин тайнику вертолёта под ёлкой, кстати говоря. Так, тайники Борова экзоскелет лежит. Бандитов. Аптечки и эмбрион. Я пока что вот это всё заберу. И экзоскелет как-нибудь потом. Так как у меня уже перегруз скоро будет. Вот так вот. Наверное, схожу и это всё дело продам. А может и не продам. И сразу буду искать, наверное, тайник коллекционера. Встречусь тогда уже с вами возле тайника. Ну что ж. Вот я и нашёл свой тайник коллекционера. Находится он. Сейчас я расскажу где. Так. Находится он в районе между Кровосоской. Кровососовкой. И дорогой от складов, с которой поворот к барьеру. Ну вот тут, собственно говоря, и поворот вон там. А вот и деревня Кровососов. И, собственно говоря, вот здесь у нас и находится тайник. Давайте. Так. Что такое? Так. Не работает. Так. Давайте оружие спрячем. Всё. Сработал. А тайник находится вот здесь. Итак. Тут картечь. Сдвоенный ФН. И листок блокнота с ещё одной наводочкой. Так. Не задана позиция. Ладно. Отсюда выбираться, как видите, тоже довольно-таки просто можно. Но у кого-то возникают при этом сложности. Ну что ж. Иду искать второй тайник коллекционера. Который вот... Где находится... Искать, наверное, долго придётся. Так как наводок тоже много. И у шурупа, и в штабе. Везде. Ну ладно. Так или иначе... Сейчас я найду свой тайник коллекционера. Второй уже на армейских складах. А видео по всем наводкам сделаю чуть-чуть попозже. Как можно заметить, по наводкам на кордоне видео уже выпустил. Но вот по остальным делать пока что рука не поднимается. Ну не волнуйтесь, в скором времени всё будет. Ну что ж. Отправляюсь искать следующий тайник. Ну что ж. Давайте покажу, где находится следующий именно мой тайник. Находится он в вот таком интересном месте. Так что мы тут увидим. УСАС-12, картечь, ухо и листок блокнота с поиском хабара в забытом лесу. Ну что ж, забираем. А теперь давайте, наверное, поговорим с Максом. Ну что, Макс? Поправить здоровье? Тогда ты правильно попал, чувак. Наконец-таки ты пришёл, блин, опять-таки на базу и давайте с ним поговорим. Ты, гляжу, парень не промах. Не сделаешь ли для меня одну работёнку? Сделаешь, я тебе хороший ствол отдам. А что делать-то надо? Тут на болоте засел один парень. Ребята видели, как он мчался из деревни, не разбирая дороги. Явно что-то увидел такое, что крышу сорвало. Теперь обстреливает всех, кого видит. Нужно узнать, что он там такого надыбал, а то наши боятся в деревню ходить. Ну что ж, попробуем. Тогда удачи, держи в голове, там старое минное поле. Но с помощью старых верных болтиков мины можно обойти. Так. Ну что, узнал? Что ж там нашёл этот психованный? Вот флешка, нашёл её у съехавшего парня. Вот спасибо, сталкер, держит ствол, заработал. А патроны к нему? Прости, но у меня патронов под этот калибр нет. Сходи с кряги, у него, может быть, и найдутся. Ну что ж. Давайте посмотрим, что. За ружьишко он нам подогнал. Так. А где это оно? А вот, браунинг. Он нам подогнал. Я вам что-нибудь покруче даст. Ну ладно. Ну что ж, теперь давайте с Лукашом поговорим. Имеется у него квестика один интересный. Который нужно выполнить. Отличная работа, Мечина. Держи вот гонорар за стукача. Приглашаю отдыхать на нашей территории, когда захочешь. И на нашу помощь тоже можешь рассчитывать. Только есть еще одно дело, которое я хотел бы тебе поручить. Не устал еще? Ну что ж, какое именно? Кое-что указывает, что в ближайшее время монолитовцы опять будут пытаться прорваться со стороны радара. Надо сходить к Кэпу. Он командир на барьере. Его знать, не нужна ли ему помощь. Хотя тут и выезд снять не нужно. И так все ясно. Ну хорошо, я возьмусь. Поговори с командиром барьера. Так, давайте Скреги продадим снова. Ну что, как прошла охота? Я убил тварей. Тяжко было. Среднее. Вот интересно. Порьет всякая гадость из центра зоны. Откуда? Только берется. Держи, вот это тебе за работу. Так, а вот тебе Скрега. Ух ты, 15 тысяч. Неплохо, отлично. Так, на тебе еще и канистру. Ну, Крис, я пока что продавать не буду. Может и пригодится еще. Вот, кристалл нам дал. Отлично, отлично. Кстати, винтовку эту ни в коем случае не продавайте, никуда не девайте. Потом она нам в будущее пригодится. Ну, пока что я положу в тайничок. Так, кстати, этот вепер можно уже положить, потому что дали нам спасханта. Кстати говоря, неплохо было бы его затестить. Ну что ж, отправляемся тогда к барьеру. Затестим на мутантах спасхантер. И будем отбиваться от монолитовцев. Вовремя ты, мы как раз от придурков монолитовских отбиваемся. Сейчас очередная волна подойдет. У нас, прикинь, последнего снайпера сняли. Можешь помочь? А после боя сочтемся, не пожалеешь? Ну, как дважды два. И правильно, надеюсь, утром потолкуем. Да не уходи далеко, а то подумай, что сбежать решил. Со всеми вытекающими там обстоятельствами, наверное. Так, ну куда ж ты пошел? Ну что ж, я так понял, монолитовцы, наверное, уже пришли. Сейчас будем отбиваться. Но перед этим можно ящички разбивать тут. Вон, винтик радости, патрончики. Так, наделал гранатку храбрости. Так, еще гранатку храбрости кидаем. Ух ты, неплохо, неплохо. Ой, химерки появились. Так, ну то спасхантер меня выручит. Так, как-то монолитовцы подтягиваются, подтягиваются, сейчас. Эй, монолитовцы, ты там погорячился. Ой. Так, ой. Такие выстрелы страшные, побежали, пошли. Так, гранатку храбрости еще одну кинем. Так, о, монолитовцы опять набежали. Да, только еще не все монолитовцы тут. Блин. Ой. С собой посмотри. Ух ты. Зубар, куда ты груз скинул? У тебя мозги вообще есть? Вот теперь сам иди топы. Не собираюсь я ребят на убой посылать. Оно и правильно. Блин, не хочу больше гранаты кидать. Это оружие там убитое будет. А продавать... Денежка лишняя перепадет. Это будет даже очень плохо. Так, о, ты там стреляешь. Так. О, все, мертвые. Так, смотрим. Вроде бы всех, да? Отлично. Ну что ж, теперь давайте... Обыскивать этих монолитовцев. О, застава. О, жетончики. Монолитовские. Ну, по-моему, у кого экзоскелет, вот того эти жетончики и будут. Да. Так, видимо, и будет. Так. Обыскиваем. О, ворона подбитая. Ой, что я творю? Так, вот еще один в экзоскелете. Ну вот, в основном с калашами и с этими винтовочками интересными. Так, ну калаши я вам, наверное, оставлю. Они мне не нужны. Торговцы за них много не дадут. А вот такие я пособираю. Ну вот, пока что все в плохом состоянии. Так. Так, а где же ваши винтовки-то? О, интересно. Наверное, от граната они куда-то улетели совсем далеко. О, пиво. Опять экзоскелет. Так, ну что ж, хоть один нормальный есть. Ну, более-менее имеется. Так. Ау, пойдет. Ладно, тут всех обыскивать это слишком долгое дело. И, в принципе, я уже обыскал всех вроде, да? Ну вот, еще один и все, да? Так, вот броник тебе убитый подарю. Ну что ж, теперь давайте, наверное, с Кэпом поговорим. Насчет задания. Я так полагаю, еще одну подкинет сверху, да? Спасибо, мечи. Мы отбились от этих фанатиков шизанутых. А ведь у нас бывает, и зверье бежит с радара. Тогда вообще... Ромагед-дец. Застрелиться проще. Очень уж быстро бегут. Хрем попадешь. Была у нас против тварей раньше отличная штуковина огнемет. Да, что-то не фурычет больше. К мастеру бы к нашему шурупу сходить. До времени нет. Сам видел, эти уроды так и лезут. Ну ладно. Пора бы рассчитаться. Деньгами возьмешь? А что, другие есть варианты? Да как сказать, деньги-то и самим нужны. Давай так. Дам тебе тысячу и огнемет этот поломанный. Он нам тут поломанный не нужен. А чинить, повторюсь, никто не пойдет. Я гляжу, ты парень толковый. Не поленись. Зайди к шурупу, а вось починит. Вот тогда и поймешь, что эта благодарность покруче денег будет. О, нормально. Думаю, я этой хреновине найду применение. По глазам вижу, спросить что-то хочешь. Ты сейчас на нашу базу пойдешь? Не мог бы там отыскать мой бинокль Оптимус? Я в спешке его оставил в сторожке, что возле входа на базу. Если бинокля там нет, то значит кто-то из наших его взял. Прошерсти окрестности и поспрашивай охрану на входе. Снайпера могли взять или Макса, или Шуруп, или какой-то боец в казарму утащил. Награду я дам тебе штурмовую винтовку. Винтовка за бинокль. Отличное предложение. Размечтался. Мне же надо чем-то барьер защищать. У одного из монолитовцев я видел снайперскую винтовку М76 застала. Принеси мне такую и найди бинокль. Тогда поговорим. Ну попробую тебе помочь. Блин, я перегружен. Ну что же делать? Ладно. Перекушу я, наверное. О, все, нормально. Ну что ж, отправляюсь тогда на базу. Будем искать тогда бинокль. И заодно продам эти себе винтовочки. Интересные. Учти, проблемы с железом я устраняю на раз. Но кривые руки хозяину не правлю. А, любитель подумать. Ну вот тебе головоломку принес. Убитый насмерть огнемет называется. До меня с ним твои коллеги игрались. Помог я им одно дело провернуть. Дали в подарок и совет в догонку. Если хочешь оживеть. Мол, давай к шурупу. Что скажешь? Воскресить реально? Опа. Твою мать. Я столько колдовал с этим огнеметом. И на тебе сломали. Мать. Да. Шланг перебит. Ого. И тут тоже сломано. Что за хрень? Они его по всем аномалиям протащили. Или химера ожирала. Рыгнула. Короче, меченый. Работы тут хватит. А я так работал над ним. Ночи напролет не спал. Но раз ты нам чем-то помог, то помогу и я тебе. Мне бесплатно, сам понимаешь. Времена нынче непростые. Давай с тобой списочек деталей для починки набросаем. Так, кое-что у меня есть. Кое-что у ребят поспрашиваю. Так, смотри, что выходит. Да, придется себе побегать по запчастям. Да, ну, к чертям эту железку. Геморрой больше. Да и толку. Возьмешь себе Z2500. Побегать, говоришь? Ладно, не привыкать. Говори, что тебе там надо. Ух ты ж, блин. Ну, короче, читать это все бессмысленно. Я сейчас вам объясню почему. Ого, неслабый список покупок. Так, ладно, надеюсь, это того стоит. Да, стоит. И стоить это тебе будет 25 тысяч, и то по большой дружбе. А вот о деньгах речи не шло. А теперь, идиот. За такой вещь, что я тебе собирать буду, можно и больше было заломить. Но я добрый. И потом, сам посуди. Кто кроме меня тебе эту хрень собирать будет, а? Так что давай, не жадничай. Черт с тобой. Ладно, пойду. Смотри, не спейся до моего возвращения. Так, а теперь я вам объясню, почему я неслабил читать. Еще какая проблема? Подходи. Этот огромный списочек. Хорошим людям я всегда помогу. Ну, спасибо тебе огромное. Сейчас вам покажу, что к чему. Так. Миноколька мы сейчас найдем. Вот, починка огнемета. И тут, в принципе, все указано. Ну, как указано. Что нужно найти? Артефакт огненный шар. Мы его сфарим. Трубки, возможно, у Сидорича. Манометр искать в южном комплексе. Не агропром. Горелку. Спросить у бармена. 10 бутылок волки. Эту молка, что я 25 тысяч заработал. И еще. Вроде бы на карте это все дело отмечается. Так ведь? Ладно, на карте не отмечается, но... Зато имеются наводочки. Куда нужно идти и что нужно делать. Вот так вот. Поэтому ничего сложного не будет. Выручайте, замоки зажали. Не сдержу их в одиночку. Координатский боец. Гена, ты шила. Координаты где? Шила, прием. Вот так вот. Ну что ж, теперь давайте покажу, где в моем случае находится бинокль. Сейчас вам покажу. Подходи. Бесплатно угощает за твои наличные. А вот и бинокль. Захочешь выпить? Подруливай. Я всегда на месте. Так, вот винтовочку оставил. Сломан огнемет. Кстати, можно огнемет пока что сложить в тайник. Так, а где бинокль-то? А вот и бинокль Оптимус. Регулируемый кратностью, принадлежащий к Эпу. Позволяя детально рассматривать местность и строение с большого расстояния. Вот так вот. Ну что ж, теперь давайте отдадим этот бинокль Кэпу. Ну что, Кэп, нашел я тебе бинокль. Давай я тебе его отдам. Бинокль у меня взял его один из ваших бойцов. А снайперку фанатика отжал. Угу, вот. Ты обещал какую-то винтовку в награду. Да, держи. Это уникальная модификация. Ашка-Джи-36. У нее барабанный магазин на 100 патронов. Поднадоела она мне. Весит как пулемет. Забирай, пока не передумал. Круто. До встречи. Давайте посмотрим, что за винтовка. Крутая. Блин, прицел, конечно, квадратный. Квадрактиш-практиш-гут. Ну ладно. Хрен с ним. Ну что ж. И под конец, наверное, давайте заглянем кости. И отдадим ему этот ПДА. И расскажем про тайник. А покой нам только снится, как говорил Адреналин. Но теперь он реален на армейских складах, потому что зачистили мы местность от мутантов. И заодно от монолитовцев избавились. Как можно заметить, поставил я полное динамическое освещение. Вначале играл на статике, сейчас динамическое полное поставил. Очень даже классно. И эти облака такие ходят. И атмосфера такая некая появилась. Очень даже классно. Ну что ж, давайте наконец-таки поговорим с Костей. Насчет тайника. Привет. Ну что, заскучал? Нашел я тайник на армейских складах. Отлично. Теперь осталось найти последний тайник. И все части кода будут у нас. Тайник на радаре. На радаре? Так на радаре прорвемся. Где наше не пропадало? Остынь, брат. Не хватало, чтобы ты сейчас вложил свою буйную голову на радости. В общем, будь осторожен. Спасибо за заботу. Не новичок, по идее. Справлюсь. Вот, кстати, ПДА со складов. Да, ну точно. На радаре тайник связан с вертолетом. Лежит не на земле, а скорее всего поиск... Так, лежит не на земле. Скорее всего поискать стоит. Интересно так. Где-то он там точно говорил. Ну вот. Самое главное, что тайник лежит не на земле. Это главное. Вот так вот. Ну что ж, снимаю я ночью. И в солянке дело облизится тоже к ночи. Вот такие интересные моменты радости жизни. Ну что ж, вот получилась такая интересная, насыщенная часть. Сегодня на армейских складах очень активно играли, боролись, воевали. И теперь будем отправляться в бар, на кордон, в темную долину, на свалку. Будем выполнять задания по мелочи. И будем готовиться, как на янтаре, будем готовиться к самому интересному. Это к походу на радар. Вот так вот. Ну что ж, отправляюсь тогда уже дальше по квестам. Как уже сказал, буду выполнять по мелочи. А потом будем потихоньку готовиться к походу на радар. Приготовлю винтовку какую-нибудь, патрончики и все в этом роде. Ну что ж. Удачи вам, сталкер. А я отправляюсь дальше по квестам. Но на данный момент пока что отправляюсь в бар. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.